Друзья, всем привет! Мы продолжаем на канале доступное право отвечать на вопросы с помощью юристов. Следующий вопрос такой. Мне сотрудник полиции выписал штраф за нарушение режима самоизоляции. Законно ли это? И кто это контролирует? Сдаем вопрос юристу. Слушаем внимательно. Это достаточно объемный вопрос, по которому необходимо рассмотреть целый ряд нюансов для того, чтобы понимать, каким образом данный вопрос будет решен в части законности штрафа за нарушение режима самоизоляции. Во-первых, предусмотрено два разных режима. Карантин и самоизоляция. Карантин предусмотрен для тех лиц, которые прибыли из стран, где зарегистрирована коронавирусная инфекция. Либо контактировавших с людьми, инфицированными в коронавирусной инфекции. Либо в случае, если у них имеется подозрение на инфекцию COVID-19. Также в случае иного опасного заболевания при несоблюдении режима. И в случаях, когда у лица имеется конкретное указание врача о соблюдении, о необходимости соблюдения карантин. Что касается самоизоляции, это режим, который подразумевает, что вы находитесь большую часть времени дома и выйти вы можете на улицу только по уважительным причинам в случае необходимости. Данная логика просматривается и в нормативно-правовых актах. Если мы с вами посмотрим на изменения, которые произошли в Кодексе административных правонарушений, то увидим, что с 1 апреля этого года действует новая редакция статьи 6.3, которая касается нарушения в области обеспечения и соблюдения законодательства санитарно-эпидемиологического благополучия населения. И в данной статье ужесточена санкция, то есть штраф составляет до 40 тысяч рублей. Данная статья применяется именно за нарушение режима карантина. То есть в тех случаях, когда лицо должно было соблюдать карантин, когда оно прибыл из других стран, а вот с режимом коронавирусной инфекции, как я до этого сказала, когда лицо контактировало с инфицированным COVID-19 лицом и так далее. То есть именно за нарушение режима карантина. И в том числе в законодательстве внесена новая статья 20.6.1, которая касается нарушения правил поведения при чрезвычайных ситуациях либо угрозе возникновения такой ситуации. Санкция данной статьи мягче, она предусматривает предупреждение и штраф до 30 тысяч для физических лиц. Данная статья применяется именно за нарушение режима самоизоляции. Отдельно хочется отметить, что если вы в интернете находите совет, где указывается, что якобы данные штрафы незаконны и легко подлежат отменению, потому что они противоречат Конституции Российской Федерации, хотелось бы обратить внимание, что на самом деле это не так. Такой совет некорректен. Данные штрафы при действительно фактическом совершении нарушения законны. И Конституция Российской Федерации подразумевает ограничение прав граждан в случае необходимости обеспечения общественной безопасности и здоровья. Кроме того, у глав регионов в соответствии с федеральным законом о чрезвычайных ситуациях есть полномочия для того, чтобы вводить такие ограничения. Поэтому, отвечая на вопрос, в случае, если вы действительно нарушили данный режим, применение штрафа будет абсолютно законным. Другой вопрос, из чего будет исходить, из каких обстоятельств будет исходить суд при назначении штрафа, назначении наказания. Во-первых, суд будет оценивать обстоятельства совершения данного правонарушения. Да, возможно, вы действительно нарушили дистанцию в 100 метров нахождения от своего дома. Но, во-первых, возможно, вам необходимо было, у вас не было другого выхода, в случае, например, если вам требовалось дойти до аптеки и купить определенные лекарства. Диабетики, эпилептики, многие другие люди, к сожалению, не имеют возможности при наличии сложных таких заболеваний по любой аптеке купить для себя лекарства. И не всегда данная аптека находится на расстоянии 100 метров от дома указанного лица. Поэтому, в данном случае, это обстоятельство будет исключать нарушения, поскольку, в первую очередь, вы руководствовались тем, что необходимо было купить товар, купить продукт, лекарство, которое жизненно важно. Во-вторую очередь, то, что будет оцениваться судом, это угроза общественной безопасности. То есть, насколько вы создали угрозу общественной безопасности тем, что нарушили режим самоизоляции. Возможно, дистанцию, которую вы нарушили, очень условно выходит за 100 метров от дома, и это будет порядка 103, 105, 110, 115 метров. В данном случае мы говорим о том, что это также может быть расценено судом, как несущественное нарушение, и в этом случае возможное предупреждение. Кроме того, суд обязательно оценивает личность лица, совершившего правонарушение. То есть, если лицо совершает административное правонарушение впервые, впервые привлекается к ответственности, также гораздо выше возможность получить минимальный штраф за нарушение режима самоизоляции. Но не за нарушение режима карантина. Здесь я обращаю ваше внимание, что за нарушение режима карантина не только выше санкции, но и жестче принципиальные позиции судов и судей при назначении наказания. Помимо всего этого, хочется обратить внимание на то, что суд обязательно оценивает соразмерность, то есть наказание тому деянию, которое вы совершили, и будет оценивать абсолютно все по вышеуказанным параметрам. В силу этого, каждая ситуация, каждый протокол, они должны быть детально рассмотрены, и обстоятельства каждого дела детально исследованы. Поэтому универсально сказать, не зная ваших обстоятельств, обстоятельств, причин, мотивов, по которым было совершено данное правонарушение, сказать о перспективе обжалования сложно, и в данном случае нужна консультация юриста. Осложняет, делает то, что отсутствует однородная практика. В части формирования практики очень помогает недавно вынесенное разъяснение Верховного суда о том, что статья 6.3 применяется именно в случаях нарушения режима карантина, статья 20.6.1 именно в случаях нарушения режима самоизоляции, потому что до этого были случаи, когда судьи применяли санкции статьи 6.3 к лицам, нарушившим режим самоизоляции. В силу того, что по регионам различная практика, здесь также пока нельзя подвести одного определенного какого-то итога, лучшим решением в данном случае будет проконсультироваться с квалифицированным юристом, который занимается вопросами по административным делам и не надеяться на советы, которые размещены в сети интернет, которые вы находите, потому что есть вероятность в том числе получить и неквалифицированную юридическую помощь. Ну, ребят, давайте так, если нет необходимости действительно какой-то крайней покидать свой дом, лучше этого не делать, потому что сейчас все хотят пройти этот кризис, пройти быстрее, чтобы эта зараза ушла и не влияла на нас. Вот и все. Если есть какая-то крайняя необходимость, ну, конечно, вы не сможете это избежать и действуйте согласно своей ответственности, своего понимания этой ситуации. Напоминаю вам, что всю необходимую и полезную для вас информацию о юриспруденции, о законах, об ваших правах, вы сможете всегда найти и почерпнуть на наших ресурсах во всех социальных сетях доступного права. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и рассылайте друзьям и знакомым. До новых встреч!